И снова заперто. Иркутянин Антон вот уже несколько месяцев не может забрать посылку из этого почтового отделения в микрорайоне Топкинский. Рассказывает, раньше расписание почты было удобным с 8 до 20 часов. Однако в мае оно изменилось. Я уже два месяца сюда хожу, никак не могу забрать. Это ж надо было такой режим работы придумывать. Я работаю с полдевятого до семи, и как мне получается забрать, когда? У меня посылка ждет меня уже сколько? Я уже думаю, кого-то отправить вместо себя. Так ведь мне нужно именно мне, именно с моим паспортом. Лучше не знаю, что делать уже. На новое расписание перешли около 30 отделений по Иркутску. Это уже успело принести много неудобств жителям областного центра. Ведь далеко не все горожане могут отпроситься с работы, чтобы получить или отправить посылку. В Иркутском почтамте уверяют, неудобства временные. Ситуация с изменением графика работы в ряде отделений почтовой связи Иркутска и Иркутской области на данный момент связана с ежегодными отпусками сотрудников. Летний месяц это июль-август, поэтому результатом чего является неполное укомплектование штата на некоторое время. Как и у любой организации, оказывающей услуги населению, деятельность Почты России попадает под действие закона о защите прав потребителей. За его исполнением следит Роспотребнадзор. По словам сотрудников ведомства, правонарушением считаются только некачественно оказанные услуги, например, потерянная или испорченная посылка. Количество же рабочих часов нигде законодательно не прописано. Как пояснили в отделе по защите прав потребителей, единственный способ повлиять на работы почты – это внеплановая проверка. Однако основанием для нее может стать только письменное заявление, пока никаких жалоб по туркутям не поступало. Мария Князева, Евгений Шарыпов, Александр Дудин. Новости сей.